От обычных багов, которые могут сломать вашу игру, до секретных локаций, о которых вы никогда не знали. Да, сегодня я буду проверять 20 самых популярных мифов и багов Blocks Roots, которые вы отправляли мне в Телеграм. Поехали! Давно хотел купить себе робоксы, либо же лимитки по дешевой цене? Тогда тебе на edurite.com. Edurite это лучшее место, где ты можешь покупать лимитки, либо же робоксы на свой аккаунт. Помимо этого, если ты продавец, то здесь ты сможешь сам продавать робоксы и лимитки, получая за это реальные деньги. Edurite имеет огромное количество отзывов и работает уже очень давно, поэтому безопасность здесь гарантирована. Edurite.com это единственное место, где ты можешь продавать лимитки и робоксы со своего аккаунта и получать реальные деньги. Ссылка в описании. Итак, ну что, чуваки, давайте начинать и сейчас мы будем проверять наш первый баг. Его отправил мне подписчик в мой Телеграм-канал и он написал, Баг с Тирексом. Если у время трансформации взять фрукт из хатбара, то ты станешь невидимым. Давайте сейчас проверим, я честно не знаю, как это будет работать. Посмотрим, как это будет выглядеть сейчас на видосе. Итак, я вижу, что же он делает, у него только, кстати, первых фруктов много. Он берет дымовый фрукт и что же он после этого делает? Как я понимаю, он сейчас трансформируется, берет дымовый фрукт и реально он стал невидимым. Это срочно нужно проверить. Окей, для начала берем Тирекса и нам нужно наформить на нем трансформацию. Готово, трансформация есть и теперь давайте возьмем какой-то любой фрукт. Ну, я не знаю, давайте бомбу возьмем, почему бы бомбу не взять. И теперь, смотрите, какая наша задача. Нам нужно, как я понимаю, именно взять, то есть не съесть фрукт, просто взять его в руки. Мы должны одновременно использовать скилл на В и взять на семерочку этот фрукт. Хорошо, давайте попробуем В-шка, берем бомбу. Не сработало. Хорошо, попытка номер три у меня уже идет. Сейчас на В-шку нажимаем, бомбу и берем. И нет, чуваки, честно, походу это не работает, я не знаю. У меня есть такая теория, что, возможно, у этого типа просто интернет плохой, у него не прогрузилась моделька Тирекса, иначе я не знаю, как он это сделал. Но, смотрите, я как вижу, он сначала все-таки нажал В-шку, он сначала нажимает В-шку, и только после этого берет уже дымовый фрукт. Я не знаю, давайте проверим еще раз, если не сработает, то не сработает. Возможно, это нужно делать именно кликом, то есть не клавишей на клавиатуре. Окей, давайте я попробую сейчас, нажимаем В-шку, и сразу же после этого берем бомбу. Нет, чуваки, к сожалению, этот баг не работает, но выглядел очень правдоподобно. Не знаю, либо это монтаж, либо что, чуваки, либо, возможно, этот баг просто уже пофиксили. Но, по крайней мере, у меня сделать его не получилось. Если же у вас получится, то пишите в комментарии. Ааа, чуваки, я вам сейчас расскажу, как я это сделал. Уже успел, поспешил сказать, что это неправда, но я попробовал сделать это еще раз. Нет, чуваки, этот баг работает, сейчас я вам покажу. В общем-то, я делал его неправильно, в том плане, что там нужна именно не бомба, а смоук. Поэтому давайте попробуем еще раз, я еще раз делаю В-шку, беру смоук, и... Чуваки, я невидимый. Офигеть, это выглядит очень круто, причем во время вашей невидимости вы можете атаковать других игроков. То есть, буквально, вы можете подкрыть к типам и атаковать их, и таким образом формить себе баунти. Баг просто офигенный, ставлю лайк. Александр пишет, баг на Будде, скилл на Зет, и сразу меня на Китсуны. Получится огромная Китсуна. Как я понимаю, нужно будет экипнуть Китсуны, как перманетный фрукт. Хорошо, давайте проверим. Зетка сразу выбираю, и не получилось. Хорошо, попытка номер два. Итак, попытка номер два, давайте зажимаем, и нет. Хорошо, пробую еще раз. Давайте попробуем вот так вот, и снова не получается. Ладно, возможно, в последний раз у меня сработает, давай проверяем, и нет. К сожалению, у меня просто не активируется трансформация Будды, поэтому данный баг не работает. Баг от Ильи Тазиева. Попробуй сесть на корабле, отплыть от пристани, использовать контроль территории, а потом левитацию на корабле, и он взлетит. Хорошо, давайте попробуем. Я взял лодку, нажимаем левитейт, и сейчас попробуем это сделать. Используем левитацию на корабле, и да, он реально взлетел, но для чего это нужно, непонятно. Возможно, я делал данный баг немножко неправильно, я, как понял, мне нужно одновременно сесть сюда, и использовать левитацию. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Так получилось, чуваки! Вы видели? Я только что сидел одновременно и использовал этот скилл. Так, ну, баг рабочий. Единственное, только я не представляю, для чего вы можете его использовать. Но, тем не менее, если вам нужно пофаниться, то это будет довольно-таки забавно. Баг от Эндермена. Баг с Буддой в трансформации В1 или В2. Включи шифт-лок и бери любой фрукт в руку, и нажимай D, и ты очень быстро будешь лететь. Если не летишь, перевозьми фрукт, пока не полетишь. Хорошо, чуваки, на самом деле это очень странный баг, но давайте попробуем. Хорошо, я активировал Будду, я активировал шифт-лок, берем смоук и нажимаем D. Нажимаем D, ну, что-то я не лечу, я не знаю, возможно, нужно какой-то другой фрукт взять. Он сказал, перевозьми, давайте я возьму какого-нибудь мамонта, возможно, с мамонтом это сработает. Но, чё-то, чуваки, честно вам скажу, не могу заметить, чтобы я куда-то летел. Мы просто двигаемся в сторону, и на этом как бы всё. Поэтому данный баг не работает. Винтер, попробуй баг с Бодисордом. Короче, нужно зажать X на Бодисорде и анеквипнуть этот меч. Хорошо, сейчас попробуем, не зря прокачивал Бодисорд, хотя я на нём давно не играю, но сейчас попробуем. Так, зажимаем X, и после этого анеквипаем данный меч. И что произошло, чуваки, и это игра на 500 тысяч онлайна, то есть они допустили вот такое. Ну, ребята, как видим, вот такой вот у нас баг, он реально работает, можно взять Бодисорд, нажать на X, и после этого я просто, чтобы понимали, я сейчас тыкаю по всей своей клавиатуре, и я не могу двигаться. Я просто не могу двигаться, если я буду эквипнуть. Ё-моё, чуваки, я просто застрял на месте в этой анимации. Офигеть, и это реально игра на 600 калунами. Блоксфрус, пофиксите баги. Просто посмотрите, что со мной происходит, я пытаюсь куда-то телепортироваться, и надеюсь, мне не кикнет за читы. Пожалуйста, только не забань меня, Блоксфрус, пожалуйста. Я думаю, лучше перезайти. Седьмой баг из задрот Даниил пишет мне. Если превратиться в неавэкобуду, взять фрукт в руки и быстро прыгать боком, то ты далеко будешь прыгать. Уже второй раз мне пишут об этом баги, и давайте попробуем, возможно, я действительно делал что-то неправильное, нужно брать именно неавэкнутую Будду. Окей, я снова возьму фрукт в руки, давайте в этот раз какого-нибудь Венома возьмём, не знаю, посмотрим, что будет. И я прыгаю в сторону. Чуваки, это реально... Вы видели только что... Это серьёзно работает? Вы что, угораете? Пацаны, это реально работает, посмотрите на этот баг. Посмотрите, с какой скоростью я лечу. Ё-моё. Охренеть, парни, я не думал, что это работает. Так это охеренная штука, я так буду теперь брать Будду, короче, убегать от Баунти Хантеров. Вы серьёзно, посмотрите на это, с какой скоростью я лечу, меня аж античит тэпает назад. Ё-моё. Окей, седьмой баг работает. Восьмой баг. Так, если контроль-дирузер поднимет лодку, он кинет её, ты сможешь сесть на лодку, то ты сможешь летать на лодке. Ну, чуваки, на самом деле, кое-что вам сейчас покажу, так сказать, усовершенствую данный баг. Мы берём лодку The Sentinel, садимся в эту лодку и теперь, ну так, немножечко плаваем, да, чтобы она начала летать. То есть, как бы, за что мы заплатили робоксы? За то, чтобы она летала. И также, с первой лодкой мы летим, но ничего не происходит. Мы просто плывём, чуваки. За что тут платить? Лодки не летают. Да, я не знаю, это баг или это так задумано, но раньше, как я помню, точно лодки во втором мире летали, а сейчас просто именно во втором мире лодки перестали летать. Я не знаю, с чем это связано, чуваки, но я думаю, что мы засчитаем это как баг. Возьми Будду, активирую её и дальше спам на любой пермфрукт, пока он не активируется. И узнаешь, что дальше. Окей. На самом деле, я уже знаю, что произойдёт, но, возможно, этот подписчик что-то хотел открыть для меня новое. Окей, давайте будем спамить просто на Quake, чуваки. Disable your transformation. Для вашей уверенности, я даже запущу автокликер и что же произойдёт? Что же произойдёт? Неужели я сейчас эквипну Quake? Нет, чуваки, это так не работает. Можем, конечно, попробовать сначала использовать Будду, а потом это эквипнуть, но мне кажется, что вряд ли получится. Да, чуваки, это давно пофиксили и это не работает. Баг. Если превращение Будды использовать скилл прыжка и нажать на трансформацию, то можешь подлететь. У меня такое работало. Ё-моё, я заметил, что у меня в комментариях одни Будда-юзеры. Пацаны, если вы Будда-юзеры, вы хотите носить ваш фрукт любой игре, то я рекомендую вам мои аксессуары, потому что специально для вас. Я создал аксессуары со всеми фруктами из Блоксурус, которые находятся в моей группе Винтерс Фэмили. Вы просто ищите мою группу Винтерс Фэмили, заходите в стор и здесь будут аксессуары со всеми фруктами. Просто посмотрите, как прикольно выглядит эта Будда на плече. Помимо этого, некоторые популярные фрукты, такие как Будда, я сделал так же, чтобы вы могли их носить на спине. Поэтому, чуваки, аксессуары очень годные, ссылка в описании. А сейчас возвращаемся к багу, нам нужно одновременно использовать скилл на С и скилл на З. И для того, чтобы подлететь, как написал подписчик, поэтому давайте нажимаем С, нажимаем З. И пока что не получилось. Ладно, с первого раза не всегда получается, давайте попробуем ещё раз и сейчас снова не получилось. Хорошо, пробуем снова и сейчас у меня снова не получилось. Я не понимаю, походу этот баг всё-таки не работает. Чуваки, я просто сейчас сам нашёл баг. Я использую трансформацию Будды и провалился по текстурку. Засчитываем за 10 баг. Ну всё-таки 11 фича, возможно ты сработаешь. Хорошо, давайте попробуем ещё раз, если у меня сработает, это будет офигенно. Пробую. Нет, чуваки, просто невозможно нажать два скилла одновременно. Поэтому 11 баг официально не рабочий. Баг, нужен фрукт теста, использовать скилл на С на человека, который сидит в лодке, то он и лодка будут крутиться. Итак, мой помощник зашёл. Итак, он попрыгал, давай спавни лодку, дружище. И сейчас у неё сядет, и мы попробуем данный баг. Он сел, и теперь всё, что нужно сделать, это использовать С-шку. Хорошо, пробуем. Да, чуваки, посмотрите! Посмотрите просто, как я мерчу этот корабль! Ё-моё! Этот баг на 100% рабочий. И посмотрите, что мы сделали. Мы просто завезли корабль вот сюда, вот на землю. Это очень странно. Ну-ка, давайте попробуем ещё раз. Надеюсь, он сейчас не будет её двигать. Ё-моё! Просто посмотрите, что произошло! Ладно, этот баг работает, и честно, я в шоке с него. Двенадцатый баг. Надо взять свет и одновременно сесть на лодку и включить полёт. Работает не с первого раза. Честно, я не представляю, что должно произойти, но давайте попробуем. Ладно, это было странно. Просто достаточно сложно вообще понять, что должно произойти. Хорошо, я пробую ещё раз. Ничего не сработало. Сейчас попробую раз 10 и вернусь к вам. Короче, попробовал я много раз, чуваки, и могу сказать, что ничего от этого не получается. То есть буквально самое максимальное, что мы можем сделать, это вот так, как сейчас развернуть немножко лодку. Я думал, возможно, она полетит, возможно, ещё что-то произойдёт. Но я думаю, что данный баг не рабочий, поскольку, ну, ничего просто не происходит. Четырнадцатый баг. Юзаешь первый скилл катаны из Пирамурии. Заходишь в лентарь и нажимаешь отменить катану. И сразу же отпускаешь скилл. Итак, хорошо, я зажал зетку, и что мы теперь делаем? Мы заходим сюда и анеквипаем меч. И что же произойдёт? На самом деле, я не особо понимаю, что должно произойти, но пока что у меня ничего не работает. Я просто не могу анеквипнуть данный меч во время использования скилла. Вот здесь, походу, пофиксили тот баг, который был с Бадди Сордом. Ладно, давайте попробуем ещё раз. Возможно, в этот раз получится. Так, заходим катана, анеквип, зетка, и... Ну что, давай... Чуваки, чё-то получилось, чё-то да и получилось. Но что это такое? Ё-моё, ребята. В общем-то, баг работает, и я, как понимаю, так вообще можно сделать с абсолютно любым мечом. То есть, если я возьму какой-нибудь Iron Maze и сделаю так же, то у меня тоже получится зависнуть эту анимацию. Но вот только один минус, теперь я не могу взять ни один меч. Опять подписчики скидывают мне баги за смоком. Это будет уже 15-й баг, и теперь они показывают, что тоже самое можно сделать с китсуны. Окей, давайте проверим. Честно вам скажу, пацаки, я вообще не понимаю, как это работает. То есть, ну, мы берём смок, и почему именно смок, это всё очень странно. Но сейчас проверим, работает ли это. Но, судя по... Но, судя по тому, что с тирексом сработало, я почему-то более чем уверен, что с китсуны это будет так же работать. Так, готово, трансформацию нафармил. Снова-таки берём этот смок. Я не знаю, чуваки, реально, получится, не получится. Ну, скорее всего, да, думаю, получится, пацаны. Хорошо, вот он мой смок, я его взял, и давайте. Нужно одновременно использовать вэшку и взять этот смок. Так, и... Ё-моё, посмотрите сюда. Здесь, конечно, я не стал китсуны, я не стал невидимым, но у меня просто остались только вот эти три хвоста, и это выглядит очень странно. И даже другой игрок подтвердил, что он видит меня невидимым, но, к сожалению, с тирексом это будет, конечно, получше, потому что, ну, здесь что это такое? Здесь у нас есть и хвосты, и всё остальное, и нас всё равно будут видеть. Но баг просто офигенный. Винтер, заметь, миф. Если взять контроль во втором море и пойти к Колизею, то его можно по частям ломать. Это очень круто выглядит. Видео не могу, контроля нету. Окей, пацаны, шестнадцатый баг, честно скажу, звучит максимально неправдоподобно, потому что иначе бы уже просто серваки в Блоксурсе были бы уничтожены, в каждом втором море все бы использовали контроль. Но, возможно, всё-таки что-то сейчас изменилось, и давайте попробуем это, возьмя контроль. Хорошо, я использовал контроллерия, и нет, чуваки, я ничего не могу сделать. Единственное, что я могу сделать, это взять кусок воды, это выглядит очень странно. Но если мы же говорим про сам Колизей, то сделать так нельзя. То есть мы можем брать куски этого Колизея, но разобрать мы его не сможем. Эти части, они остаются на месте, мы просто можем кидаться с помощью камней, что на самом деле не так уже круто. В ДК можно челика зависнуть, со вторым скиллом Ц и открытым инвентарем. У меня просто нету КДК, поэтому показать не смогу. Хорошо, как я понял, у нас снова придётся анеквипнуть меч. Хорошо, мы зажимаем X, и что нам нужно после этого будет сделать? Так, ну-ка, сейчас попробуем как-то вот так, чтобы я точно успел. Чтобы я 100% успел. Нажимаем анеквип. Ну, с первого раза не всегда получается. Хорошо, давайте попробуем ещё раз. Я зажимаю X, анеквип. Ииии... Ничего не произошло. На самом деле, мне кажется, что это рабочий баг. Просто я что-то не так делаю, потому что я не успеваю просто нажать этот анеквип. Во время того, как у нас скилл идёт, чуваки. Иии... Стопэ. У меня получилось. У меня получилось, парни! Ё-моё, посмотрите сюда. Тип просто застыл на месте. Это реально очень круто. Это реально очень крутой баг. Я серьёзно вам отвечаю, потому что в PvP это будет, наверное, очень полезно. Ты можешь просто вот так вот зависнуть, чела. Я не знаю, он, скорее всего, не сможет вообще двигаться. Офигеть. Это реально крутой баг, пацаны. Пользуйтесь. Вот сейчас реально в Блоксурсе в текущий момент, прям, когда я записываю этот видос, просто огромное количество крутых багов. И это очень офигенно, потому что мне, прям, я реально подобрал какой-то чёткий момент, когда можно заснять такой видос. Миф. Если в тайминг, когда осталась секунда, залезть в маленькую лодку, то можно тпкнуться вместе с ней. Попробуем. Итак, смотрите, что мы должны сделать? Мы должны нажать Home и, как я понимаю, в последнюю секунду сесть на эту лодку. Итак, давай... Вы чё, угораете, что ли? Это серьёзно работает. Ну чё, чуваки, трейджу лодку, пишем комментарии, кто заберёт. Ё-моё, посмотрите на неё, она просто забагала здесь в текстуре. Окей, этот баг определённо работает. Следующий миф. Если ты используешь Parallel Escape и станешь на лаву, то ты не будешь получать дамага. На самом деле, я не уверен, что это работает. И нет, на самом деле, я получаю дамаг, и я умер очень быстро. Этот баг не рабочий. Двадцатый миф. Подписчик написал, что если ты используешь Parallel Escape и прыгнешь в воду, ты не будешь получать дамаг. Тоже сомневаюсь, но... Чего? О, это реально работало? Офигеть, посмотрите, чуваки, реально Parallel Escape я могу просто плавать по воде. Это очень крутой баг, реально пользуйтесь. Если хочешь также участвовать в таких видосах, заходи в мой телеграм-канал по ссылке в описании.